Я терминатор! И я сейчас что-нибудь придумаю вот именно в таком ключе, чтобы у меня была дверь, она же является лифтом, она же является утеплителем и она же является, ну, таким прикольным ноу-хау. Первое, с чего я решил начать, это изготовить полозья, по которым будет кататься наша система. Кстати, эту мысль я уже использовал, когда делал свои откатные ворота. Вы можете посмотреть вот по этой ссылке. Это видео набрало очень много просмотров и пользуется спросом и сегодня. Может быть оно не такое информативное, но я старался в нем показать все свои знания в области изготовления откатных ворот. В откатных воротах только автоматика является покупной, все остальное сделано своими руками. Для полозьев, по которым будет скользить мой подъемный механизм, прекрасно подошел профиль 60х30. В него отлично входит стандартный подшипник. Прочерчиваю необходимые линии позже по этому проему, как на салазках будут двигаться все механизмы лифта. Таких профилей нужно минимум две штуки. Сразу скажу, проект не рисовал, все делал по месту. Но с удовольствием готов помочь советам, если у вас появятся вопросы. При всей простоте конструкции все же порой встречаются небольшие трудности. Полозья готовы и я потихонечку начинаю изготавливать саму тележку. Это, пожалуй, самый важный девайс в нашем изобретении. Делать ее буду из шевеллера, который у меня остался от изготовления кровати, которую вы можете посмотреть вот по этой ссылке. Тоже, кстати, видео получилось очень даже хорошее. Советую посмотреть. Пришло время расконсервировать мой спуск в хранилище. Иногда меня спрашивают, как у тебя появляются идеи внедрять такие фишки. Все просто. При проектировании дома я все примеряю на себя, как на 80-летнего дедушку. И знаете, в этом возрасте очень не хотелось бы доставать соленья из хранилища, спускаясь по стремянке. Поэтому появилась входная дверь. А потребность спускать туда осенний картофан породила идею подъемника. Погода продолжает радовать нас теплыми деньками. Друзья, ну совсем скоро наступит вот этот холодный период. Да точнее зима. Скоро снег выпадет. И в это время перехода осени в зиму, как здорово насладиться в своем доме чашечкой ароматного чая с ложечкой вкуснейшего меда. Это позволяет уже не один год не болеть никакими простудными заболеваниями. Чего и вам рекомендую. Вот по вот этой ссылочке вы смело можете проходить, смотреть. Это конкретно мой мед с моей пасеки. И он действительно настоящий алтайский. Осталось не так много, но для своих зрителей я припас. Переходите по ссылке, всем хватит. Наивно предполагать, что прихваты дадут мне возможность перенести изделие на примерку по месту. Благо я работал один и никого в хранилище не было. Упс. Это как всегда к слову о безопасности работ. Достал все части из подвала и уложил все по шаблону. Вы видите отступы по 50 миллиметров. Это для утеплителя. Собираем механизм скольжения. Тут очень важно не нарушать ровный угол. Делаю прихват, затем снова ровняю по угольнику. Все сошлось, можно проваривать периметр. Качественная проварка деталей залог ее долгой успешной работы. Пора переходить к самой ювелирной части конструкции. Последнее время на нашем канале присутствует слишком много металла и слишком много сварки. Пока у меня осталось железо, я его варю. Вот, варю и режу. Сейчас наступит зима и будем что-нибудь изобретать новое. У меня целая книжка исписана всяких разных вариаций. Я не буду раскидывать спойлеры, я просто посоветую вам подписаться на канал и поставить колокольчик. Тогда вы будете следить за каждым новым изменением на нашем канале. Анализируя качество сборки изделия из швеллера, на примере сделанной мной парящей кровати я понял, что для данного проекта это идеальное решение. Тем более, что металла оставалась в аккурат на лифт. Я использовал 52-й подшипник, он продается в любом магазине подшипников и стоит в районе 40 рублей. Кстати, пользуясь случаем, минутка свободного времени, покажу вам один такой лайфхак небольшой. Вот сюда я складываю весь металл, который накапливается на стройке. Всякие клочки, уголки, всякая беда. То, что не деловое, то, что можно сдать. И потом, в один определенный день, скидывается это все в прицеп и тысячи три-четыре рублей получается свободных средств. Может быть, конечно, сейчас Москва и так далее посмеются надо мной, но для Сибири, для наших уголков, это считай, ну, 10 мешков цемента, это хорошо. Не разбрасывайте металл по участку, складируйте его в одном месте. Мой подъемник будет работать за счет подъемной силы лебедки, то есть Тельфера, через перекидной блок. Отцеплять карабин я решил за нижнюю балку, потому что площадка призвана подниматься выше плоскости потолка. Поэтому навариваю уголок в нижней части лифта. Пришло время изготовить площадку, благо у меня остался листовой металл после изготовления конвектора в комнату с французским окном. Видео есть по ссылке. Я все думал, когда я въеду в пень, и вот он настал сейчас. Эта штука весит килограмм 20, в принципе, она не тяжелая для Тельфера. Проблема в том, что мне сейчас надо примерить вот эти штуки, чтобы Тельферная телега выезжала в аккурат по 5 миллиметров. Это надо сделать очень ювелирно. По-хорошему, мне бы вот этот шаблон подвешить сейчас где-то здесь. То есть его надо как-то вниз опустить, развернуть и подвешить. Но сделать этого я один не смогу. Сейчас этот момент придумаю, и, в принципе, останется сварить направляющие. И можно все это дело вешать на нашу стену. Надел направляющие на подшипник и по готовому изделию снял все мерки. Все же тяжело порой гуманитарию вникать в подобные нюансы. Смеркается. Уже не терпится все смонтировать в подвале. Получилось здорово. Нужно срубить неровности стены, и полозья лягут как влитые. Пока я варил площадку, подумал, а ведь эта комната идеальный омшанник. В общем, в голодный год нам будет с вами чем заняться. Полозья будут также являться лонжеронами для мотора Тельфера, который, кстати, будет съемный. Фиксирую профиль 40 на 40 для этой задачи. Напишите в комментарии, считаете ли вы такой вариант овощехранилища удачным. И на что бы посоветовали обратить внимание при его обустройстве. Ну а я тем временем готовлюсь прикрутить направляющие моей лифтерной к бетонной стене. Для этого использую анкера 12 на 10 и ключ на 15. Просто шикарно. Собираю конструкцию воедино. Душа поет. Все-таки работать одному не всегда сподручно, но с помощью лома и танца с бубном иногда случаются чудеса. Все болты совпали с отверстиями. Затягиваю. Когда все сделано по уму, даже не появляется такой мысли, что это может не работать. Но некоторое волнение все же присутствует. Движителем или двигателем моего лифта будет выступать Тельфер. Наверное, Тельфер на 250 килограммов будет маловато, так как сама тележка килограмм 30 плюс противовес. Я хочу, чтобы он мог килограмм 100-150 поднимать. Поэтому, наверное, буду использовать 500-ый Тельфер. Но я попробую сначала с маленьким Тельфером. Вытягиваю трос до перекидного блока и цепляю за площадку. Кстати, блок идет в комплекте с лебедкой, поэтому изобретать ничего не приходится. Ну что, проверяем? Класс это работает, но до совершенства все же еще нужно довести. В ближайшее время на данном аппарате я хочу еще сделать стопы, чтобы можно было фиксировать, и он не висел на тросе. Ну и также они будут являться замками. Потом все это дело зачистить, покрасить, настроить, чтобы это все работало безукоризненно. Но это будет в ближайших выпусках, сегодня уже не успеваю. Мне бы сегодня успеть вот эту работу доделать. Выявленные ошибки. Вот здесь нужно будет прорезать и вмонтировать сюда колеса, которые не будут давать закусывать телегу вот так. То есть диагональные закусывания у нее пока есть. Их надо будет исправить. Это вот все, что осталось. Ну а в остальном работает как часики. Просто классно. Ну утеплит, соответственно, и все. Вот этот эльфер на 500 вообще тянет очень хорошо. Ну что, друзья, хочу сказать, что наше изобретение в принципе готово. Она выдерживает вес до 300 килограммов. Предлагаю опробовать его на мне. Хотя вы в начале фильма уже это видели. Поехали! Друзья, ну если это видео вам понравилось или, возможно, оно в перспективе может пригодиться, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь им со своими друзьями. Ну а если по какой-то причине вдруг оно вам не очень понравилось, то я предлагаю посмотреть на моем канале еще около сотни других выпусков на разные темы. Кстати, каждому поставившему лайк, тысяча лучей добра и позитива лично от меня. Я был очень рад вас сегодня видеть. Увидимся на следующей неделе. До скорых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok